Рассказ интересный, я назвал, что книга «Антисвитония», прочитал недавно. Два небольших вопроса возникло. Ну, то есть, понятна концепция, в целом, мне казалось очень интересной, и как человеку, не разбирающемуся особо в истории Древнего Рима, она вот такой, как оказалось, цельной концепции, понятной, то, что это основывается всё на свитоне, как бы его пасхале, которая опровергается. Но хотел бы уточнить, вот какие вы использовали в основном первоисточники, чтобы восстановить картину правдивую, которая бы опровергала критику свитония. И второй вопрос про христианский контекст в этой книге. То есть, там упоминаются гонения на христиан, и вот по поводу христиан первого века, что как бы как христиане в Риме, например, себя вели, что они вот этот город ощущали как Содом, Гоморру в таком духе, что они вот ещё якобы не понимали вот этой миссии империи. Ну, да, то есть нельзя не согласиться с тем, что как бы ещё было в христианстве тогда немало таких сект, отпетлений, ну, при этом была и апостольская проповедь. Вот всё-таки хотел бы уточнить, вот такой у вас, получается, взгляд римноцентричный, и, получается, христианство в стороне, оно оставалось от империи, и потом уже, оно, христианство должно было принять империю, или наоборот, империя должна была принять и принять христианство? Ну, на первый вопрос отвечу, что книжка просветительская, поэтому я особенно не заморачивался источниками, ну, там Плутархоль, я использовал ещё каких-то римских историков, сейчас я даже не припомню, популярную литературу я тоже использовал, то есть я как бы интуитивно отсеивал то, что мне казалось вот таким публицистическим перегибом, ну, в отношении Каллигула, который там выступлений с пеной у рта катался на грудах золота, кто это видел, да, то есть он где-то у себя там во дворце катался, а тут, значит, такой слух, ну, я вот такие вещи все выбрасывал. В некоторых случаях сами историки пишут, что там римский историк Спартиан, он многие вещи просто на веру принимал, писал, но они не подтверждаются или опровергаются там другими какими-то источниками, может быть, не настолько известными, то есть здесь просто вот было чисто интуитивное отсеивание всей вот такой дискредитирующей литературы, или точнее дискредитирующих фрагментов. Свитоний тоже хороший источник, но если только выбросить публицистику, он тоже, все его сведения, или там многие его сведения, они подлинны, а там мы видим даже, ну, как бы такую смену стиля даже изложения, то есть одно дело излагать факты, а другое дело излагать слухи, это все-таки несколько по-разному. Второе, что по поводу христианства, конечно, все вот эти 54 императора периода принципата, они, конечно, христианами не были, и они едва ли вообще что-либо знали про христиан. Если там впервые упоминается в правлении Нерона христиане, то ни сами римляне точно не знали, что это там было, ни историки, которые это все записывают, они толком не знают, а что это была за христианская община, она вообще к какой линии принадлежала. Первый век до нашей эры христианство ведь еще не оформлено, ни догматические, ни общины еще непонятно какие, там линия Петра, линия Павла, они же разные, они разные с общинной точки зрения. Поэтому здесь нет достоверных данных. То, что христиане могли участвовать в поджогах Рима, ну, какие-то христиане, может быть, да. Но насколько они отличались от иудеев, или римляне могли их отличить от иудеев, это невозможно понять. Поэтому нельзя сказать, что здесь есть какая-то достоверность. Но уже второй, третий век уже заведомо, уже понятно, что христианская община есть, что христиане среди римлян есть, но императоры еще к этому отношению, они всерьез это не воспринимают. То есть каких-то крупных волнений, связанных с христианами, нет. Только есть какие-то доносы, которые приходят в основном из провинции, что где-то кто-то там не соблюдает наших традиций, не уважает римскую власть и так далее. Вот, собственно, все, что нам известно о президентах христиан, первых христиан, это вот эти доносы. А репрессии, они происходили не в Риме, а в основном они проходили тоже в провинции. Масштабы репрессии, ну, как бы они, коль скоро они в центре мира в Риме происходят, на них и наибольшее внимание. То есть концентрируется внимание, но на самом деле масштабы очень незначительны. А вот на периферии, где меньше была опора на закон, где больше хотели как-то проявить себя некие чиновники и показать центральному римскому правлению, что вот они такие замечательные управленцы, традиционалисты, борются за чистоту нравов и так далее. Там репрессии были более жестокие, были масштабные. Но опять же мы не знаем деталей. Из того, что мы можем из христианских источников подчеркнуть, ну, какие-то достоверные, какие-то преувеличенные, которые какие-то выдуманные и так далее. Здесь в этом разбираться я не могу. Это отдельная, очень сложная тема. Насколько христианская историография действительно соответствует реальности, насколько она соотносится с противодействием Риму, насколько Рим противодействовал христианству. С моей точки зрения, вот то, что я вижу, римские императоры не противодействовали христианству. То есть для них это была одна из вер. И просто соблюдая приличия, которые у нас есть, уважая веру других и больше никаких претензий. Ваша вера, ваша догматика, ваши богослужения и так далее нас не касаются. Вот это был принцип Рима. Не вмешиваться. Но когда действия, которые были запрещены в большей степени иудеям, то есть когда из традиционной римской веры пытались перетянуть в свою иудейскую, за это иудеев серьезно наказывали. И христиан тоже. Только иудеев по иудеям это достаточно масштабные события были вплоть до разгона иудейской общины или выселения, переселения. То в отношении христиан этого не было. То есть масштаб какой-то был, но он был не так значительным, как у иудеев. То есть это все происходило естественным путем до того момента, когда римские императоры стали христианами и соответственно вся римская империя уже приготовилась к тому по соседству, жили христиане, христианская символика. Образование предполагало уже знание христианской догматики. Если человек широко образован, то он сталкивается с христианами, слушает их, уже какое-то понимание в образованных слоях. И все это произошло, на мой взгляд, естественным путем. То есть никакой революции не было. Рим и был предназначен для того, чтобы стать христианским. Но не в результате бунта, революции, захвата власти и так далее. Все произошло вот таким неспешным путем. Субтитры создавал DimaTorzok